После крушения на Лаколе в стране проверят все дельтапланы. Об этом сегодня сообщил министр транспорта. Ревизия ждет и самолеты Ан-2. Большинство из них, по словам Марата Крабаева, и вовсе летает нелегально. Напомню, в минувший четверг на борту дельтаплана едва не погибли два человека, штурман и его пассажирка. Летательный аппарат рухнул прямо в озеро. Оба пострадавших до сих пор в больнице. Тогда-то и выяснилось, что лицензии и разрешение на полет не было ни у судна, ни у самого штурмана. Еще одно крушение произошло в Акмуринской области. Там прямо при взлете загорелся Ан-2. Обошлось без жертв. Пилот сумел выбраться из охваченного пламенем самолета. По словам министра, всего четверть кукурузников в стране имеют сертификат летной годности. Вопросы у ведомства, оказывается, есть и к пилотам. По самолетам МАН-2 их у нас 363 единицы, а летные годности имеют всего 94. Остальные не имеют. Безусловно, имеются факты, когда совершается правонарушение, и не имея летной годности и сертификата годности пилота, совершаются облеты. Что было и в том числе в отношении дельтапланов. По всем фактам будет проводиться дополнительная проверка. Продолжение следует...